Гомельская область один из лидеров Беларуси по деторождению. Жаль, статистику омрачает значительное количество абортов. Беспокоит специалистов и крайности в родах. Раннее материнство в 13-14 лет и первые роды после 30. Об этом в актуальном интервью программе рассказала главный акушер-гинеколог Гомельской области Ирина Бурлакова. Итак, несмотря на достаточно хороший прирост по деторождению, для региона по-прежнему актуальна проблема абортов. С чем связывают это специалисты? Связано, скорее всего, и с неуверенностью женщины в гражданском браке, которая не может закрепить юридические права и рождение ребенка. По факту остаются неразрешенные вопросы в будущем. Это связано с какими-то экономическими, наверное, нестабильностью и внутри каждой семьи, у каждой по-своему. Это связано и, наверное, с неуверенностью женщины в предстоящей беременности и родах. И она старается переложить этот вопрос, решение его в такой серьезный момент своей жизни на медиков, к которым она приходит для предабортного консультирования перед проведением аборта. И уже на наши плечи, непосредственно, как акушер-гинеколога и психолога, ложится факт возможности помочь женщине определиться, как поступить в данном случае. Вот еще одна тема для разговора. Все больше женщины выбирают, как они говорят, европейскую дорожку. Поздние отношения, поздний брак, поздние роды. А сколько нынешнее поколение гомельчан, жителей области, затягивают с этим процессом? Средний уровень сейчас, скажем, около 30 лет. И это уже, по мнению специалистов, достаточно поздно. То есть рождение после 30-33 лет, это уже, мы считаем, рождение позднего ребенка. Раз уж заговорили о крайностях, есть еще одна сторона – гиперранние роды. Причем гипер, наверное, стоит подчеркнуть как минимум несколько раз. Просто уверен, что у вас есть достаточно большое количество примеров в тему, ведь так? Да. На сегодняшний день, по статистике, за 7 месяцев у нас более 70 девочек родило до 18 лет. За последние полутора лет у нас встречались роды и в 14-15 лет. Наверное, это не самый лучший пример, который хотелось бы озвучить с экрана телевидения. И все-таки об этом нужно говорить, потому что это проблема? Конечно, об этом надо говорить, потому что такие девочки, как правило, не готовы самостоятельно начинать новую жизнь, тем более, когда эта жизнь еще требует внимания и продолжения как родительской стороны, поскольку они являются уже молодыми родителями. И все-таки ранние половые отношения. Чем они могут быть чреваты для подростков? Для подростков ранние половые отношения чреваты как психоэмоциональной нестабильностью, поскольку не всегда они длительные, носят кратковременный характер. И, кроме того, они могут нанести и физический ущерб их здоровью. Как правило, таким путем передается ряд заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции. И такие случаи в том числе есть и в регионе, для того, чтобы мы понимали, что мы сейчас не о другой стране говорим, для того, чтобы родители осуществляли внимание. Да, такие случаи есть и в нашем регионе, и половым путем у нас заражается достаточно большое количество подростков. На это хотелось бы обратить внимание родителей. И все-таки ваш совет, буквально коротко, родителям не всегда самые хорошие новости приходят даже в благополучные семьи. На что обратить внимание, как поддержать своего ребенка и оградить, конечно же? Если в семье произошла такая ситуация, то я думаю, родителям в первую очередь надо определиться с психологом и провести беседу именно с семьей и подростка совместно с психологом, чтобы позволило найти те точки преткновения, те болевые моменты, которые позволят найти выход из данной сложившейся ситуации. Ну а принимать решение, что касается беременности, я думаю, нужно непосредственно в самой семье, исходя из их то или иного материального положения и, наверное, веры в исповедание. И тут очень много факторов, которые могут складываться. Хотелось бы сказать родителям, что самое главное – любовь, отношение с чувством нежности и доброты к своим детям, а также не забывать о том, что наши с вами поступки, то, как мы с вами поступаем, в тысячу раз важнее, чем то, что мы с вами говорим. Что ж, спасибо большое за это интервью и только хороших новостей. Спасибо.